Почти никто не пробовал сразу героин. Все начинали с так называемых легких наркотиков. Кажется, что это безобидно, забавно, что в любой момент бросишь и все. Чувство эйфории, счастья, которое появляется после употребления наркотика кратковременно. Мираж заканчивается, хочется вернуть необычное состояние. Со временем дозы наркотика нужно все больше, но новый укол уже не приносит радость, только облегчает страдания. Это и есть зависимость, одновременно физическая и психическая. Невозможность жить без наркотиков. Невозможно вернуться в тот день, когда все начиналось. Невозможно стать тем, кем ты был, кем ты мог бы стать. Этот фильм создала Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков. Сегодня Крымское ее управление начало знакомить с ним школьников республиканских средних учебных заведений. Действуют согласно указу президента Российской Федерации об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года. Профилактика наркомании все-таки это то направление, которым нельзя пренебрегать. Лучше предупредить болезнь, чем потом заниматься ее лечением. Поэтому для нас очень важно создать в головах у наших подопечных определенные основы для того, чтобы они могли уверенно сказать «нет» любому наркодилеру. В Крыму на учете у врача-нарколога стоит более 4000 человек, уже имеющих диагноз. Примерно столько же людей находятся на профилактическом учете. В основном это крымчане в возрасте от 18 до 24. Наркомания молодеет. По статистике в 13-14 лет россияне впервые пробуют опасные вещества. Особенно когда появились спайсы, от которых много детей страдает, и взрослых. Отдать честь нашим детям, это я могу вам сказать абсолютно откровенно, что они действительно против этого. Бывших наркоманов не бывает. Именно это собираются донести до молодых крымчан сотрудники ФСКН. Чтобы уберечь детей от необдуманного шага, продолжат проводить уроки в крымских школах. Татьяна Хынкота, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ.